Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как вести христианскую жизнь в армии? Христианская жизнь везде и всюду одна и та же. В армии, особенно если это, конечно, война, у нас обостряется все то, что скрыто и сокровенно бывает в миру и в мирное время. Соответственно, от нас требуется еще большее христианское присутствие и внешнее, и внутреннее. И мы должны еще больше быть центрами и любви, и милосердия, и утешения. И мы понимаем с вами, что война – это всегда боль, это всегда агрессия, это всегда братоубийство, убийство других людей. И хотя воину надо исполнять свой долг, но тем не менее, по правилам святых апостолов и по правилам святителя Василия Великого, тех, кто убивал на войне, до трех лет отлучали от причастия святых христовых тайн. Поэтому, понимая это и осознавая все-таки это, мы должны, даже если мы воины и воюем, воевать так, чтобы наше сердце не было отягчено злобой и ненавистью к своему противнику. За время Первой мировой войны и Второй мировой войны мы видим исторически множество случаев крайне уважительного и даже братского отношения к друг другу солдат, противоборствующих держав, государств, армий. И вот нам бы эти примеры хорошо бы изучить, близко к сердцу принять и понять, что христианин, он всегда существует на высшей планке человеческого благородства и по отношению к своим деяниям, и по отношению к врагам. Можно ли на войне говорить о любви к врагам? Думаю, что можно. Думаю, что можно. И самое главное, что как священник я бы, например, воинам посоветовал бы, это изо всех сил пытаться сохранить не только человеческий облик, но и христианский облик. Когда вокруг погибают ваши товарищи, рвутся снаряды, пули и страх смерти ходит вокруг вас, и вы понимаете, что это может и коснуться вас в любую секунду. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok